Азербайджанский город Совершая тем самым большое историческое преступление Начиная с 1827 года Они уничтожали все, что только можно было уничтожить Проявляя особый вандализм Оставшиеся образцы были оставлены в запустении Хотя вандализм является особенностью армянского характера Иногда находятся люди, которые не могут примириться С разрушением материальных и культурных ценностей на их глазах Например, Лилит Гижларян Руководитель проектов в Центре анализа трансформации конфликтов Исследует политику памяти, границы и формирования личности Колониальное и постколониальное наследие В контексте конфликтов на Южном Кавказе Она окончила Ереванский государственный университет Получив степень магистра в области Испанских и латиноамериканских исследований Представляясь, она пишет, что является модератором Программ «Диалог для людей», столкнувшихся с конфликтными Разделениями в регионе Южного Кавказа и Турции А ее исследовательские интересы включают формирование Личности, национализм, политику памяти, границы и колониальное наследие Армяне, чтобы показать, что древний азербайджанский Квартал принадлежит персам Назвали его в честь иранского поэта Фердоуси Выступления Лилит и ее труд об улице Фердоуси, на которой В древнем Ириване жили азербайджанцы Важны с точки зрения признания исторического факта Выступление Лилит Гиждалян на мероприятии «Культурные Ноздря» Прежде чем я начну рассказывать о себе, о том, где я работаю И откуда взялась идея организовывать туры в Квартал Фердоус Я хотела бы отметить, что сегодня я буду говорить немного Обобщенно о средневековом Ириване, Фердоусе и кварталах, Которые больше не существуют Мы знаем об этом очень мало Меня зовут Лилит Я работаю в Центре трансформации конфликтов Imagine Этот центр представляет возможность журналистам, профессорам, преподавателям, Историкам и различным специалистам из Кавказа, Украины и России То есть из конфликтных регионов Совместно исследовать события, которые происходили на протяжении всей истории Это исторические события, которые по определенным причинам Не вошли в школьные учебники и неизвестно широкой общественности В одной из таких программ несколько лет назад возникла идея Обсудить средневековый Ириван Понять, кто там жил, кто был местным жителем Иривана, а кто нет И каким городом был Ириван в целом Вы, наверное, заметили, что в учебниках истории, да и вообще в прессе Мы обычно не говорим о средневековом Ириване Мы больше говорим об Эривуне, трехтысячелетней давности И в какой-то момент переходим к Иривану, построенному Таманианом, архитектором Но при этом мы очень мало знаем о том, что здесь происходило, кто здесь жил И об Ириване в целом Возможно, вы встретите случайную информацию о турецко-иранских войнах Но она представлена выборочно У нас сложилось представление, что Ириван в средние века был восточным провинциальным городком Похожим на большую деревню с грязными, запущенными и узкими улицами Сегодня мы вместе попытаемся понять, так это или нет Насколько это мнение, сложившееся об Ириване, соответствует действительности Под средневековьем я подразумеваю период с 13 по 18-19 века Сейчас я подготовила для вас фотографии Я покажу вам фотографии Иривана Начать я хочу с фотографии караван-сарая О средневековом Ириване до нас дошло очень мало информации Например, Махитар Арии Банеце написал о городе определенную информацию Но гораздо больше мы узнаем о городе из воспоминаний купцов и путешественников Все они говорят, что Ириван – восточный город Да, Ириван был восточным городом с большими базарами, уличной торговлей И среди этих базаров в основном пять больших были очень важными Одним из них был Кантар, расположенный на месте нынешнего детского парка имени Кирова Этот рисунок – графика примерно 17 века В Ириване на месте нынешнего кинотеатра «Арарат» и торгового центра «Россия» находился другой рынок Все эти рынки уничтожили в советское время, потому что существование такой культуры уличной торговли Не устраивало советский народ и государство Это было совсем не характерно для современной цивилизации Поэтому базары снесли, а на их месте построили общественные развлекательные заведения Такие как парки и кинотеатры Нынешний район под названием Фердус, вероятно, был базаром, местом уличной торговли 16 века Поэтому так важно, чтобы рынок существовал и сегодня, чтобы он сохранился, ведь это часть нашего наследия Люди занимались торговлей на протяжении 5-6 столетий И этот район сохраняет всю энергию отношений, которые здесь существовали Теперь поговорим о стереотипах касательно Иривана Говорят, что Ириван был очень бедным и похожим на деревню-городом Но читая записи путешественников, становится ясно, что Ириван был довольно богатым городом С большими садами, овощными полями и фонтанами Один из путешественников рассказывает, что в 17 веке самым богатым, счастливым и благородным правителем Одной из провинций Ирана был Ириванский хан Потому что Ириванское ханство считалось самым прибыльным и важным ханством Многие ириванские ханы во время своего правления строили водохранилища В Ириване было три основных квартала Территория, где сейчас находится кинотеатр Москва, входила в квартал Шехель Кстати, все эти фотографии вошли в книгу Ерванда Шахазиза «Старый Ириван» Очередным крупным кварталом был Конд Дзорагюх на берегу реки Занги, что в переводе означает Деракент, был частью района Конд Третьим крупным кварталом был Демирбулак и Чархана Оттуда привозили камни для строительства Теперь поговорим о том, кем были жители Иривана в средние века После нападения тюрков население Иривана увеличилось, а число мусульман возросло еще больше Почти до XIX века в Ириване преобладало количество проживавших здесь мусульман Хотя между Ираном и Турцией всегда шли войны, люди здесь жили очень дружно друг с другом И мы наблюдали продолжение этой дружбы в Фердусе вплоть до 90-х годов То есть квартал Фердус был одним из редких районов, сохранивших элементы средневекового Иривана Наряду с Кондом и Норком Это одна из важных причин, почему необходимо сохранить квартал Фердус В Ириване было много красивых мечетей и церквей Сегодня я не буду показывать вам фотографии церквей, потому что большинство из них сохранилось до наших дней Я хочу показать фотографии некоторых мечетей, потому что их фактически больше не существует Они либо были разрушены во времена царской России, либо в советское время Например, одна из таких мечетей – мечеть Хаджиновруза На этой фотографии, на заднем плане, видна часть минарета мечети, расположенной на бывшей улице Азбекова Одной из самых красивых мечетей была Голубая мечеть, сохранившаяся до наших дней В Ириване было несколько площадей Самая большая площадь находилась на территории нынешнего винзавода Ной Здесь также велась торговля Была также площадь рядом с Голубой мечетью В заключение хочу еще раз отметить, что при обсуждении вопроса о том, сносить или не сносить квартал Фердус Очень важно знать историю нашего города и не стыдиться ее В другой статье Лилита Гежиларяна разоблачает действия армянских исследователей, которые скрывают историю Иривана и фальсифицируют ее Мусульманское наследие Иривана Не просто очередной кирпич в стене Рынок Фердуси, забытый и принудительно изъятый В центре города, за советскими многоэтажками и новостройками, скрывается другой Ириван Он более старый, простой и настоящий Он цветастый и тихий Он центральный, хоть и изолированный В этой части города друг к другу прижимаются маленькие домики из грубых кирпичей и камней черного, красного и оранжевого цвета Их построили люди, которых уже забыли Во времена, о которых уже никто не вспоминает Они скрывают память об этих людях, их жизни и верованиях Анаит, жительница Фердуси, владеет небольшим бизнесом на земле, которую ее дедушка купил у турка Амбары, в которых раньше процветала ферма, она отреставрировала и теперь сдает в аренду Каждое утро ее арендаторы начинают с чашечки кофе, обсуждая будущее Фердуси, которое теперь стало и их собственным Мой дом это мини-город, мне не нужно выходить на улицу, чтобы понять, что происходит в Ириване Все слои общества снимают у меня жилье Артисты, беженцы, семьи с детьми, все, кого можно встретить на улице Анаит до сих пор хранит документ, который подтверждает, что ее дедушка купил 6000 квадратных метров земли у турка Только треть собственности сохранила свой оригинальный облик Анаит превратила восточную хижину и ее дворик в сад, в котором можно полакомиться яблоками, сливами, грушами и абрикосами Ушедшее разнообразие Иривана Несмотря на разнообразие опытов и истории, жители Фердуси придерживаются одной линии рассказа о недавних временах Они все вспоминают о многоликость, которая была присуща этому месту лишь несколько десятилетий назад Они гордо рассказывают о том, как дружили с азербайджанцами, которые говорили по-армянски и выращивали лучшую зелень Как они помогали друг другу Они указывают на дома турков и вспоминают, как привычно им было жить бок о бок вместе с ними В самом Ириване они часто проживали очень смешанно, но большинство из них были сконцентрированы в восточной части города В которую также входит район Фердуси Здесь был расположен один из рынков, где люди из разных этнических групп, живущих в городе, участвовали в торговле На юге от Фердуси за несколько десятков метров был еще один рынок – базар Шука, который называли Черным На его месте сейчас стоит одно из зданий советского модернизма – кинотеатр «Россия» В 1974 году, когда правительство Советской Армении открыло кинотеатр, их мечта избавиться от грязного и нецивилизованного базара осуществилась Он просуществовал несколько десятилетий В 2004 году, после того, как он не функционировал уже несколько лет, кинотеатр снова открыл двери В этот раз для торговцев, чтобы возобновить свое коммерческое прошлое Забытое прошлое и другое будущее Гуляя по скрытым улочкам Иривана, иногда чувствуешь сожаление к невпопад разбросанным историческим зданиям Которые будто бы стоят в очереди, ожидая, когда их разрушат Множество местных могут попытаться убедить вас, что у этих домов больше нет будущего А вылечить их можно, только соорудив на их месте новенькие небоскребы и площади Но архитекторы все еще сохраняют надежду восстановить исторический слой города В своих аргументах используя потенциальные экономические преимущества, которые может принести реставрация Мусульманская община, жившая в центре Иривана и другие исторические слои города Запечатлены в памяти людей и в стенах разрушенных зданий, ожидающих своей смерти в разных частях города В одном из центральных арочных проходов Иривана скрытое здание, которое сейчас приютило в себе различные семьи Российских рабочих, сирийских беженцев и местных армян Оказалось дворцом, который раньше принадлежал хану Жители знают об историческом прошлом своего дома, но не уверены по поводу временных рамок его создания Они забыли год постройки дворца, а также время, когда их предки заняли его и превратили в свой дом Семья, живущая на месте бывшей кухни, с гордостью рассказывает о том, как их прапрадедушка был поваром у хана А когда пришли царисты, то отдали ему кухню Осознание того, что ты проживаешь во дворце, где когда-то жили люди, решающие судьбу Иривана, чудесно Оно явно перевешивает все недостатки проживания в таком старом доме Советское правительство внесло новый нарратив в ириванский стиль В текстуру, запах и цвета города Здания, построенные из туфа, заместили хижины, возведенные из грубого камня и кирпичей Лицо Иривана поменялось Он больше не был кирпичным, а наоборот, стал новым, успешным, построенным из туфа Сейчас, гуляя по Иривану, можно заметить, что только люди из самых бедных социальных классов Живут в средневековых хижинах, построенных из оранжевого кирпича, покрытого сверху серым цементом Только когда куски этого цемента от старости отваливаются от стен, появляются кирпичи, скрывающие городскую историю Только некоторые формы окон, воссоздающие арку заостренным верхом, иногда напоминают о прошлом Об истории досоветского Иривана, который был колыбелью разнообразия Из статьи Лилит Гижиларян следует, что Ириван был построен из кирпича и в той же форме, что и Ганджа, Шемаха и другие азербайджанские города Как подтверждает автор, армяне, которые в 1924 году всеми силами пытались изменить лицо Иривана, вскоре построили новый город из туфовых камней Спрятали первоначальный город либо под землей, либо в толстом слое цемента и постепенно разрушили его Осознавая этот факт, армянские ученые и исследователи, чтобы скрыть следы азербайджанских тюрков, придумывают бредовые и научно необоснованные идеи о том Что весь Ириван, как и этот квартал, принадлежит Ирану, персам, татарам, а иногда и таджикам Присвоив улицы, где с древних времен жили азербайджанцы и где находится дом ириванского хана, имя персидско-таджикского поэта Фердоси И сохранив это название до наших дней, они пытаются показать Ириван частью иранской или персидской культуры и тем самым скрыть след Азербайджана Улица Фердоси в Ириване это разрушающееся наследие, хранящее следы исконных и коренных жителей города азербайджанцев